Добрый вечер. Это программа «Время вашего вопроса». Традиционно к летнему периоду мы обращаемся к важной теме обеспечения безопасности. Необорудованные пляжи и пренебрежение противопожарными инструкциями. Почему эти источники опасности не теряют своей актуальности? Об этом поговорим сегодня. В студии я приветствую Александра Телегуза, заместителя оперативного дежурного дежурной службы пожаротушения, подполковника гражданской защиты и Айвара Салихова, руководителя спасателя спасательного подразделения города Уральска оперативно-спасательного отряда. Добрый вечер. Спасибо, что к нам пришли сегодня. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 28 58 69, мессенджер WhatsApp 8 3 7 264 15. Пожалуйста, обращайте нам ваши вопросы. Наши гости обязательно на них ответят. Средства связи будут на ваших телеэкранах до завершения нашей передачи. Итак, купальный сезон еще официально не открыт, но тем не менее мы уже имеем трагические случаи, к сожалению. Расскажите о текущей ситуации. Что у нас происходит? На данный момент в области мы имеем пять случаев утопления людей. Из них трое детей до 16 лет. 16-летних, вернее. Опять это с аналогичным периодом, если брать, мы остаемся на том же уровне. В прошлом году на данный момент мы тоже имели пять несчастных случаев. Там были взрослые, правда. Здесь мы уже... В связи с тем, что началось раннее потепление, вот, природное, стало жарко, люди стали тянуться к водоемам. Вот. И не всегда, и всегда практически пренебрегает правилами безопасности нахождения у водоемов и правила поведения на воде. Ну вот сразу, какие были причины? Почему так произошло? Вы знаете, в основном молодежь, ну, у нас есть такая категория, как старики, которые после работы на даче пытаются остудиться, идут в воду, вот, и пренебрегая, опять-таки, правилами поведения на воде, прежде чем зайти в воду, нужно тело остудить, вот, после этого только погружаться в воду и заняться водными процедурами, там, плавание, вот. То есть резкие перепады температуры, плюс еще наверняка какие-то хронические заболевания, все-таки стрелезы, да, уже в возрасте? Да, 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 и немаловажный, немаловажный фактор, это алкогольное опьянение, вот. Когда люди пренебрегают, выпивают на берегу, вот, потом идут в воду охладиться, резкий перепад температур, вот, плюс алкогольная интоксикация, вот, и человек, вот, как правило, тонет, поэтому, вот, а молодежь, вот, подростки, подростки, вот, как правило, они идут на спор, а давай поспорим, что я переплывал Чиган, Урал, вот, также играю в догонялки, вот, ныряю, уходя друг от друга, вот, не рассчитывая свои силы, могут просто захлебнуться, вот, и также, давай достанем на спор дно, вот, и так далее, и тому подобное, то есть, как правило, такие вот игры на воде, вот, они бывают чреваты. Ну, наверное, многие не умеют в достаточной степени плавать, не обладают навыками плавания. И это тоже сказывается, вот, по крайней мере, если мы патрулируем, вот, Чиган, Урал, вот, и мы периодически видим детей на воде, вот, без сопровождения взрослых, что категорически запрещено. Вот, мы подходим, делаем замечания, отправляем их домой, вот, чтобы только в присутствии взрослых, под наблюдением взрослых, они купались, дети. Хорошо, давайте разберем ситуацию с пожарами. Расскажите здесь, как обстоит дело, и мы возьмем, наверное, в пример, ну, все виды, да, возгораний, пожаров, которые у нас присутствуют в регионе. Какова ситуация? Ну, в настоящее время по области у нас 150 пожаров зарегистрировано в прошлом году. В это же время было 165 пожаров, то есть у нас сейчас уменьшение пожаров идет. Так же, как и уменьшение загораний, в этом году у нас 290 загораний. В прошлом году, на это же время, почти в два раза уменьшилось, 472. Также у нас увеличилось количество аварийно-спасательных работ. В этом году 273 раза, в прошлом году 171 раз. Сейчас, в данный момент, начался пожароопасный период. С начала апреля, как сошел снег, люди массово стали выезжать на дачи, там проводить уборку, поджигать мусор. Не заботясь об этом, о противопожарной безопасности. Поджигают сухую траву, ветки, непосредственно возле домиков. Выжигают сухую траву. А при сильном ветре пожар распространяется очень быстро. И от контролируемого костра, который они жгут, распространяется на все большую территорию. И также могут распространиться на соседние, да, жилые дачные дома. Все это приводит уже к большой площади пожара. Особенно это касается дачных массивов, первая, вторая, третья дачная, где постоянно происходит из года в год пожары и загорания. Также там много деревьев, кустарников. И отстраненность от города большая, соответственно, помощи, уже сложнее получить помощь. И вам добраться, собственно, к каким-то отдельным дачам. Да. Это более 10 километров от пожарной части по трассе. А потом еще надо найти эту дачу, где она горит. И в основном происходит это уже в темное время суток. Потому что сперва жители сперва сами пытаются это потушить. Когда у них уже не получается и пожар распространился, вызывают службы пожаротушения. Да, и уже часто становится поздно, когда огонь распространяется. Часто тоже поздно, да. Если говорить о природных пожарах, вот в сельскохозяйственной отрасли, я, прежде всего, имею в виду предприятия сельскохозяйственного направления, вот здесь какая работа с ними проводится? И как это регистрируется? Ну, так же проводятся профилактические мероприятия, все это объясняется. Проводить опашку земли обязательно надо. То есть трактором опахать землю между полями, чтобы если огонь распространился на одном квадрате поля, чтобы он не мог уже перейти на другого. Ну, вот такие мероприятия проводятся. Хорошо. Вот с пандемией, тем не менее, в этом году все равно детские лагеря различного доплана, организации будут работать. Вот здесь какая будет проводиться проверка, возможно, мониторинг, контроль именно различных детских школьных лагерей? На данный момент, значит, по нашей области, вот, зарегистрировано, не зарегистрировано, вернее, а купание, разрешенные места для купания, так, около 13 мест. Вот, в том числе, значит, и детские лагеря. Нашими оперативными, водолазами оперативно-спасательного отряда, значит, были обследованы дно, вот, вот, проверены и даны допуски на право эксплуатации. Вернее, мы составляем акт, а Акимат уже дает допуск на право эксплуатации этих пляжей. По заявкам, вот, на обследование дна, вот, от предпринимателей, от образования, вот, лагеря, вот, вот, поступают нам письма, где мы незамедлительно в этом году выехали, вот, проверили и исследовали дно, вот, и дали акт заключения, что дно пригодно для купания в этих местах. На данный момент, вот, у нас, я еще раз повторюсь, вот, около 13 мест общих для купания и 250 мест запрещенных для купания. Это устанавливает Акимат, вот, устанавливает. Вот, сразу в догонку вопрос, связанный с доступностью. Многие ли из этих пляжей бесплатные для населения? Как здесь обстоит? Сколько это влияет на ситуацию? На данный момент бесплатных пляжей в Уральске нету, вот. То есть они находятся либо в частных, вот, организациях, вот, либо, вот, в пионерских лагерях. А официально разрешенных мест для купания, вот, бесплатных на данный момент у нас нет. У нас имеется один только вот в Кировском парке пляж для бесплатного купания. Ну, вот, если пляж не подпадает под определение официального, который проверен, в том числе, да, были проведены работы по дну, да, самого водоема. Эти пляжи, ну, они представляют эти территории, ну, явную опасность для людей. То есть не стоит пытаться вот как-то... Многие люди строят пикник возле берега. В этих местах, вот, я еще раз повторюсь, где-то 250, около 250 мест, где мы устанавливаем знаки «Купание запрещено». Вот. Но, опять, они не являются обязательными, а носят рекомендательный характер, вот, на что люди часто не реагируют, вот, не обращают внимания на эти знаки, вот, и продолжают купаться, вот, тем самым подвергая себя определенной опасности, потому что дно не обследовано, бывает и коряги, бывает и омуты у нас, водовороты, вот. Бывает резкий обрыв дна, вот, идет мелко-мелко, там, около, там, полутора метров, потом глубина достигает пяти метров, вот, человек вроде купается, вот, особенно на Урале, его течением сносит, он этого не замечает, вот, особенно подвергает себе опасности люди, которые плохо умеют плавать, или совсем не умеют плавать, вот, они не замечая, вот, оступаются и уходят на дно. Да, и, конечно, такие вот различные пикники, которые, то, о чем я говорил, особенно с возлиянием алкоголя, вот, они для нас это носят наши бичи, вот. В то же время мы, опять повторюсь, делаем патрулирование по реке Чиган, Урал, это здесь в городе, также в Чапаево, вот, в поселок Чапаево, и наши посты находятся на Чукар, озере Чукаре. Вот, то же самое, проводим беседу, раздаем листовки, предупреждаем, вот, вот, стараемся ограничить их купание, вот, ну, опять-таки, у нас таких полномочий нет, чтобы штрафовать или еще что-то, мы проводим профилактическую беседу, вот. Многие понимают, вот, многие не понимают. Также из опыта прошлых лет могу сказать, что при патрулировании, вот, часто мы видим, в местах неустановленного для купания, дети купаются отдельно. Родители сидят в 20-30 метрах от берега, где-то в тени, под кусточком, вот, то есть дети 5-4 лет, они вроде бы купаются возле берега, все, но не дай бог, если что-то, ребенок начнет тонуть, вот, 20-30 метров пробежать, вот, ну, как правило, мы можем иметь несчастные случаи, вот, и люди этого почему-то не понимают. А как вы считаете, стоит штрафовать, я даже скажу самым серьезным образом, вот, вот, большие штрафы помогут проблему решить? Я думаю, что... Может, это будет такой кнут, который обеспечит безопасность? Кнут, он, вы знаете, если бы, вот, касается именно штрафов, вот, то здесь я не могу точно вам ответить, вот, но за распитие спиртных напитков я бы, допустим, порекомендовал, вот. Вот, почему? Потому что нетрезвый человек, он является как бы уже неадекватным, во-первых, так, во-вторых, его поведение на воде вызывает большое опасение, а тем более, что если есть вокруг окружающие его люди, вот, то тоже составляет определенный дискомфорт людям, вот, те, которые пришли, допустим, с детьми, вот, они могут наблюдать, вот, это. Это вот конкретно, я могу сказать, что это конечная 35-го, это Курини, там огромный пляж, вот, и он практически бесконтрольный. С нашей стороны, конечно, мы контролируем, вот, но уследить, увледеть. Да, проблема в том, что люди ищут все-таки уединенное место. Да, да. И здесь, конечно, сложно просто это увидеть элементарно. Да. Близко всему у нас протяженность маршрута контролирования, это идет от Елизаровского, от Елизарова, да, и до Коминтерна. Вот, у нас ходит одна дежурная патрульная лодка со спасателями. Вот, протяженность маршрута большая, вот, поэтому уследить, вот, нам тяжеловато немножко. Но, опять-таки, мы справляемся с этим. Да, я знаю также, что в отношении пожаров также ведется профилактическая работа. Мы знаем, что многие люди разжигают костры, действительно, тоже пренебрегают правилами. Вот, у вас с собой есть памятка. Расскажите, вот, как вы работаете тоже, вот, в направлении профилактики. Да, с начала пожароопасного периода, то есть середина апреля, наше подразделение ходит по жилым массивам, по дачным массивам, объясняет людям элементарные правила пожарной безопасности, что нельзя разводить костры в ветреную погоду, что бросать спички нельзя, поджигать камыш, оставлять горящие костры. Вот, мы такие памятки раздаем, с каждым проводим индивидуальную беседу. Надеюсь, это, конечно, помогает, но, прежде всего, люди должны сами относиться к этому более серьезно. Ведь как бывает, бросил ты сигарету, а там сухие листья, и уже все, начался такой же пожар. Сказал, груми, да. То же самое, пикники. Уезжают в лес, даже, может быть, к речке, за город, разводят костры, жарят шашлык, не озаботиться о том, чтобы хоть как-то предусмотреть, что может пожар спространиться. Опять фактор алкоголя наверняка присутствует, что тоже отягощает ситуацию. Да, так же присутствует. Люди ездят отдыхать, сейчас спиртными напитками. После того, как, например, шашлык пожарили, ушли, угли лежат, ветер подул, рядом сухие листья, и вот вам уже пожар. Если вовремя его не остановить, то из-за маленького уголька, который попадет на сухие листья, и ветреной погоды, плюс рядом сухие ветки, сухие деревья, и пожар может распространиться на такую площадь, что там уже не одна пожарная машина будет тушить. Кроме того, далеко от города, плохие дороги, ветки, тем более, когда горит лес, это очень большая температура, и к нему очень тяжело подойти. Вновь дым, соответственно. Вновь дым, конечно. Прям тяжело дышать. Да, вновь здесь проблема удаленности людей, действительно, от города, от центра, и это, конечно, дополнительные проблемы. Конечно. А как вы считаете, вновь тот же самый вопрос, нужно ли увеличивать сумму штрафов, как-то более жестко регулировать этот вопрос? Может быть, ваше личное мнение, как вы думаете? Ну, мое личное мнение, да, это не помешало. Наверное, люди уже задумывали о соблюдении элементарных мер пожарной безопасности. Как-то подстегивает самосознание людей. У нас ежегодно также проводятся рейды совместно с управлением ЧС, департаментом ЧС, и также с привлечением сотрудников местной полицейской службы, у которых есть полномочия именно штрафовать. И вот мы совместно ходим. Если люди распивают спиртные напитки на пляжах, то с ними уже разговаривают сотрудники МПС. Если люди разжигают костры, то с ними уже разговаривают сотрудники управления ЧС и выписывают штраф. Я думаю, это действенный способ. Ну, такое содружество, да, но это все-таки лучший вариант, именно когда речь идет о рейдах различных мероприятиях общих. Конечно, вот это содружество. Наша служба пожарной тушения привлекается в управление ЧС, МПС. Это дает результат. Все-таки люди задумываются. Я думаю, что это очень полезная практика, и впредь она также и в этом году будет продолжаться. Каждую неделю, в субботу-воскресенье, данный рейд проводится именно по пожарной безопасности. Я бы хотел, да, еще уточнить момент, все-таки, если мы, говоря о школьных лагерях, то, что мы говорим о купальном сезоне, вот в этих лагерях кто смотрит за детьми, чтобы вот не случилась трагедия на воде? Кто отвечает за безопасность? Потому что я думаю, что у многих родителей такой вопрос возникает. Вот, отвечает сама организация, на которой находится пляж, то есть пионерский лагерь. Вот, в начале купального сезона к нам поступают заявки для обучения спасателей, то есть их спасатели, вот, приходят к нам, обучаются, это все бесплатно, вот, правилам поведения на воде, правилам спасения на воде, вот, и оказание ПМП, это, то есть, первой медицинской помощи при утоплении, вот, и также о недопущении, предотвращению гибели на воде людей. этим занимается, вот, оперативно-спасательный ответ. То есть это образование, это преподаватели, учителя? Не только нам. Какая-то есть штатная единица, спасатель или человек ответственный? Вот, это у них есть такое вот на купальный период, в лагерях, именно спасатель. Также и в частные пляжи, вот, подают заявки, где мы тоже рассматриваем, ну, как правило, мы набираем в начале купального сезона группу, вот, со всех заявок, вот, поступающих от частных, от образования и так далее, и тому подобное. Обучаем, вот, и они уже лето, вот, на своих пляжах обеспечивают безопасность на воде. Вот, как раз наш, к нам поступил вопрос от телезрителя. Как проходит совместная работа с управлением образования? Вот, наш телезритель пишет, что раньше существовала практика организации для подростков, вот, типа, юный пожарник. Какие планы имеются насчет, вот, такого рода, да, подобных организаций? Что можете сказать? Ну, я могу сказать, что у нас есть такое профилактическое мероприятие, это как интерактивный урок, вот, в связи с пандемией, мы проводим интерактивные уроки. Если, раньше мы проводили, ходили по школам, перед началом купального сезона, вот, и объясняли детям, вот, договаривались с конкретной школой, вот, директора предоставляли нам детей, вот, и мы проводили уроки по правилам поведения на воде, о безопасности и так далее, и тому подобное. На данный момент из-за пандемии мы проводим интерактивные уроки. Ну, так же идут навстречу, вот, и образование, и мы тоже прикладываем определенные усилия, чтобы нам провести эти уроки для того, чтобы уменьшить число жертв в летний период вот на воде среди детей. Но, к сожалению, вы уже... То есть, за пандемией формат другой. Да, 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 да. Ну, соответственно, я не знаю, насколько оно будет действенно, почему, потому что формат уже другой идет, то ли, когда детям воочию, вот, мы объясняем... Человеческий контакт, что называется. Да, 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 да. Вот, то ли, когда просто по телевизору. Я понимаю, у пожарных также есть, да, часть работы, которая связана с образованием, соответственно, тоже работа в этом направлении проводится. Да, также мы ходим по школам, объясняем элементарные правила пожарной безопасности, проводим интерактивные уроки. Все это проводится. Проводим также мы день открытых дверей, когда школьников приглашают в пожарную часть. Показывают им пожарное оборудование, пожарные машины, как служат пожарные, боевую одежду они на себя меряют, одевают, пожарная машина залазит, смотрят, как это все происходит, при этом еще раз объясняют элементарные правила пожарной безопасности. Примерно средние классы, да? Средние классы, да, седьмые. Вот вопрос в дополнение. Поможет ли решить проблему вот этих вот случаев гибели на воде уличные бассейны для детей? Насколько это может быть эффективно? На данный момент в городе Уральске стоят 22 модульно-каркасных бассейна. Из них 15 в детских лагерях. Да, оно более-менее действенно, но опять все зависит от одновременно купающихся детей. Потому что если запускают очень много детей, в бассейн могут быть несчастные случаи. Но на данный момент я могу сказать, что гибель детей в каркасных бассейнах на данный момент у нас не зарегистрирована. Значит, соответственно... Тоже вопросом, будет ли увеличение бесплатных пляжей? Какая-то есть в этом направлении? Работа проводится? Больше все-таки? На этот вопрос, да, мы поднимаем вопрос иногда перед Акиматом, чтобы все-таки у нас были эти пляжи, узаконены городские пляжи на реке Урал. Но я не могу вам до конца ответить на этот вопрос, так как этот вопрос адресовать необходимую Акимату. Но я думаю, это бы помогло все-таки в целом в ситуации безопасности. Да, тогда бы там были бы выставлены посты, уже не патрулирование, а официальные посты, то есть официальные спасатели были бы, где бы находились те же круги, те же жилеты и так далее и тому подобное. Вот я хотел бы тоже уточнить, все-таки вот в условно пионерских лагерях, школьных лагерях, вот на коммерческих пляжах, вот те люди, которые отвечают за безопасность, они вот как-то обучены, они не являются же сотрудниками, они не являются спасателями, профессиональными. То есть это все-таки отдельно нанятые люди? Да, да, это сезонные... Вот насколько они компетентны, они могут помочь реально людям? Ну мы их максимально обучаем, максимально обучаем всем навыкам, вот спасение людей, вот приводя им примеры из нашей практики, вот как действовать в том или ином случае и что необходимо делать, вот какое средство применять, почему, потому что у нас есть несколько таких средств, это круг, спасательный круг и конец Александрова, то есть в зависимости от ситуации, вот в зависимости от этого, вот применяется то или иное средство спасения человека, вплоть до лодки, вот, все зависит от... Также мы обучаем людей, вот... А вот какую-то медицинскую помощь они смогут оказать, там, первичную самую? Первичную мы обучаем тоже, да, оказание ПМП, вот, при утоплении. Вот по пожарам тоже вопрос важный, вы об этом, кажется, упомянули, что часто проблемы связаны с тем, что люди недооценивают угрозу пожаров, то есть они пытаются своими силами потушить, а вот как понять, как оценить ситуацию, что вот все, ситуация выходит из-под контроля, не надо пытаться своими силами, там, какую-то воду носить, я не знаю, да, вот как оценить степень опасности? Ну, если в течение пяти, максимум, десяти минут у вас ничего не выходит, срочно надо звонить в службу пожаротушения. Это, что касается, например, природного пожара. В случае пожара в квартире, надо сразу звонить в службу пожаротушения и укурить детей, самим МТ, при этом взять самые необходимые документы, вещи. В течение пяти, пятидесяти, пяти-десяти минут подразделения подъедут и ликвидируют загорание. Вот в квартирах я бы не советовал самим этим заниматься. Пытаться даже, да. Да, сразу же звонить 101-112, эвакуироваться и ждать помощи. Вот если говорить о квартирах, вот в отопительный сезон, да, часто возгорание, связанное с отопительными приборами. А вот в летние, весенние периоды, здесь причина еще раз, напомните, какие все-таки электрические приборы какую-то занимают важную составляющую? Да, конечно, электрические приборы, особенно неисправные электрические приборы, неисправные электрические розетки или оставление, например, электронагревательных приборов на ночь. Провод нагревается, розетки перенагреваются, происходит возгорание. Так же касается и газовых печей. Так же происходит и отравление угарным газом все-таки. Это забивание печного отопления, люди не чувствуют его, и получается у нас несчастный случай. Вот вопрос вновь нашего телезрителя. В школах мало наглядных пособий по безопасности детей на воде и противопожарных мерах. Не лучше ли научить детей плавать и предотвращать пожароопасные ситуации, чем предупреждать? Во многом риторический вопрос, но тем не менее. От кого это зависит? Родители или все-таки школа ответственна за это? Это наглядная агитация, это больше касается образовательной системы. Потому что в их некомпетенции преподавать как точные науки, гуманитарные науки и так далее, но и так же у них есть ОБЖ. И я так думаю, что это по линии ОБЖ именно наглядные агитационные плакаты они должны заказывать. И с пожарной службой то же самое. То есть это ОБЖ, если мы говорим о школе, в большей степени. Ну и понятно, родители, конечно. Да, конечно. Это и школа, и родители должны ребенку объяснять, что можно, что нет. Не зря говорят, что спички дети, мне игрушки. То есть комплексный подход. Хорошо, наше эфирное время вышло. Я вас благодарю за участие. Спасибо, что пришли сегодня. Тема очень важная. Надеюсь, мы кому-то помогли сегодня. Итак, остается сказать, что я не знаю помнить об элементарных правилах безопасного поведения. ведь многие трагедии можно было бы избежать. Это была программа «Время вашего вопроса». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова